А знаете, я обожаю европейские карликовые государства, вот именно европейские. Они выглядят как-то скромно, сказочно и в то же время комфортно, чисто, уютно, красиво. Я побывал во всех исключительно карликовых государствах Европы, и в Ватикане, и в Сан-Марине, и в Монако, в Бехтинштейне, в Люксембурге, на Мальте. Хотя Мальта и Люксембург я не считаю такими уж карликовыми. И вот я здесь сейчас в Андорре. Это последнее карликовое государство, где я нахожусь. Обожаю, вы даже не представляете. И здесь вот какая-то своя атмосфера сказочности. Вот вы приезжаете, порой в Барселону, еще какие-то там города. Париж, Марсель. Почему вы не посетите Андорру? Это недалеко, автобусы сюда едут в Пиренеи. Вам очень понравится, к тому же здесь все очень дешево. Здесь намного дешевле, чем во Франции соседней. Здесь намного дешевле, чем в Испании соседней. То есть люди освобождены от НДС. Поэтому все можно купить достаточно дешево. И можно посмотреть, полюбоваться творениями Далии. Вот здесь, конечно, на фоне вы видите надпись города Андорра-ля-Велия. Это столица этого карликового небольшого государства. Я вам немножко еще, конечно же, покажу и расскажу об Андорре. И самое интересное ожидает вас впереди. Потому что даже будучи карликовым, мы все равно находим точку, куда поставить свой хачкар. Да, и еще. В фейсбуке как-то я просил откликнуться тех, у кого есть знакомые в Андорре. А еще лучше тут проживать, я знаю, одна лишь армянская семья. Больше никакой тут нет. Я думаю, может, кто-то будут из знакомых среди моих друзей в фейсбуке. Но оказались одни фрики. Вместо того, чтобы ничего не ответить, если, конечно, не знаете о таковых в Андорре, то зачем вообще нам нужно было писать? Так вот, из-за этих фриков я, естественно, не нашел никаких серьезных откликов. Соответственно, и эту единственную армянскую семью в Андорре тоже не нашел, в отличие от единственной армянской семьи в Лихтенштейне, которую я нашел и показал вам. Но, тем не менее, здесь есть хачкар. И этот хачкар я вам покажу. Но сначала давайте прогуляемся по улицам Андорры. Если вы не бывали, я думаю, вам понравится. Вкратце расскажу, что такое Андорра. Андорра Княжество Андорра хоть и крохотное, но многонациональное. Самих андорцев меньше 48%. Говорят они на каталанском языке. Остальные – испанцы, французы, португальцы, аргентинцы и другие. Первое официальное упоминание об Андорре датируется 778 годом, но год основания – 805, когда Людовик Благочестивый разбил сарацин благодаря тому, что жители общины Андоры провели франкское войско в тыл арабам. И за эту помощь Карл Великий даровал общине великую хартью свободы. Ну, теперь, что касается непосредственно самих армян. В Андорре имеется генеральное комплекс по Республике Армения. Это значит, что эти две страны имеют дипломатические отношения. Это уже хорошо. Но в 2018 году здесь был открыт Хачкар. Армян, насколько я знаю, и как я уже говорил, здесь всего одна семья – семья архитекторов. Их я не нашел. Ну, просто невозможно было это сделать. Да и времени было мало у меня. Ну, и к тому же мои добрые друзья в Фейсбуке не дали толком это сделать. Тем не менее, здесь имеется Хачкар, и я вам его покажу. Вот он, этот Хачкар, уже за моей спиной, в таком красивом живописном месте. Ну, как я сказал, этот Хачкар был открыт в 2018 году. Вот такой вот горный пейзаж за Хачкаром. Аллея. Аллея тоже посвящена памяти геноциду армян 1915 года. Вот такая вот здесь аллея с лавочками. Вот, обратите внимание. Кстати, рядом стадион, где-то когда-то играла сборная Армения со сборной Андорры. Правда, я счет не помню, не могу сказать, чем закончился матч. Ну, вот рядом со стадионом вот этот Хачкар. Давайте подойдем поближе и посмотрим. Вот он, Хачкар. Между прочим, это не просто Хачкар. Этот Хачкар находится, получается, на самой высокой точке, самой высокой европейской столицы, то есть Анторе-Ла-Велии. Вот дата, 2018 год. Ну и вот я смотрю, тут имеются три имени. Видимо, они и являются основателями этого Хачкара в Андорре. Камо А, Ара Б и Артур М. Только имена и первые буквы фамилии. Представляете, насколько близок стадион, если вдруг кто-то захочет посетить Хачкар, чтобы примерно поняли локацию. Вот он, стадион. С одной стороны, с другой стороны Хачкар. В период нестабильности в Андорре в 30-х годах прошлого века русский авантюрист Борис Косарев в 1934 году был провозглашен королем Андорры и даже пробыл им 12 дней. Но теперь в Андорре все в порядке. Теперь это парламентская монархия с исполняющим обязанности премьер-министра, а также сокнязья Жоан-Энрик Вивес и Сесилия и президент Франции Макрон. Любой президент Франции становится сокнязем Андорры автоматически. Нравится мне и парламент. Он весь стеклянный от того, чтобы жители Андорры могли видеть, чем занимаются депутаты в рабочее время. В общем, приезжайте в Андорру, а заодно и посетите Хачкар в самой высокой европейской столице, а значит и самый высокий Хачкар в Европе. Об этом событии в день открытия писали все андоррские СМИ об открытии армянского крест-камня на территории Андорры. Ну, эти все, это три газеты, одно радио, одно телевидение. Вот и, собственно говоря, все андоррские средства массовой информации. Но, тем не менее, они писали, это освещалось. И остается открытым вопрос, а признала ли Андорра официально геноцид армян? Я думаю, что официального такого признания не было. Но Андорра пошла далеко вперед. И одно только то, что в этом крошечном государстве, где самая малая часть земли имеет свою цену, причем огромные деньги, ну, представьте себе маленькое государство, чтобы вырастить петрушку, нужно, я не знаю, заплатить огромные деньги за эту землю, да? И, тем не менее, Андорра выделила вот такую вот территорию, вот это вот все, что у меня за спиной, вот вы видите, вот где вот эти вот лавочки, под сооружение вот этого самого хачкара. То есть это дорогого стоит, согласитесь. Тем более, когда речь идет о таких карликовых государствах, не обязательно Европе. Редактор субтитров А.Семкин